И когда страстно захочешь есть. Недельная глава Рээ. У Рэба Цимахцедека была невестка. Ее звали Ривка. И вот однажды Ривка очень сильно заболела. Так сильно заболела, что даже врачи поднимали руки. И дошло до того, что врач, который ее лечил, он ее долго обследовав, пытаясь использовать любые новые лекарства, которые только есть, и новые подходы. В какой-то момент и он отчаялся и поднял руки. Говорит, к сожалению, Ривка больше не жилец. Ничего ей уже не поможет. Рэба Цимахцедек, когда услышал эти слова, он схватился за голову. Он начал кричать на этого врача. Он говорит, кто тебе дал разрешение выносить вердикты. В Торе написано «Верапо и Рапе». Всевышний дает уникальную возможность врачам излечивать, но не выносить смертельные вердикты пациента. На что Рэба Цимахцедек прогнал этого врача и сказал «Я разберусь со всем сам». Он зашел к Рэба Цима Ривке, к своей невестке, осмотрел ее, поспрашивал ее разные вопросы и говорит, что ей полагается следующее лечение. Каждое утро, как только она просыпается, она должна брать ломтик свежего хлеба, мазать его маслом и сразу же съедать. И только потом приступать к совершенно своим повседневным делам, как ни в чем не бывало. Ривка, конечно же, внимательно выслушала то, что говорит Рэба, то, что говорит ее тесть. И с следующего дня она так и стала поступать. Каждое утро, просыпаясь, она говорила мудрые они, омывала руки и съедала кусочек хлеба с сливочным маслом. И вот чудо, спустя буквально несколько недель, ее положение настолько улучшилось, что никто даже не мог представить, что такое возможно. И вот в какой-то момент Рэба Цима Ривка, когда почувствовала уже себя совсем хорошо, она подумала, что это как-то странно. Ведь до молитвы нельзя кушать хлеб. И как она может себе такое позволить? Поэтому она решила обратиться к Рэбе. Говорит, Рэба Цимахцедек, ведь я же уже достаточно хорошо себя чувствую и молюсь я быстро. Давай я лучше буду с утра пораньше вставать, быстренько молиться и потом кушать хлеб с маслом. На что Рэба Цимахцедек сказал ей, нет, так не работает. Потому что на спешку молиться ради еды это плохой вариант. Ведь лучше есть ради молитвы, чем молиться ради еды.